Кругооборот товаров Тогда же выяснили, что это не совсем кругооборот, это скорее эллипс Почему эллипс? Потому что вот это расстояние, большой радиус, это то время, когда у нас обращается товар А вот это маленькое расстояние, это то время, когда у нас обращаются деньги Деньги у нас появляются только в момент обмена И соответственно они практически не занимают, по сравнению с обменом товаром, никакого промежутка времени реального Бывает, когда обмен денег идет длительно, медленно Допустим, надо отвезти одну сумму денег с одного края города до другой Город большой, пробки длинные, два часа везем То есть может быть, конечно, достаточно большое время Но оно незначительно по сравнению с товаром обменом Что здесь надо сказать? Первое, самое главное Это товар Товар, как мы выяснили в прошлом занятии, позапрошлом Это продукт, предназначенный для обмена То есть, соответственно, если мы свои деньги потратили, купили бутылку пива Пришли домой и выпили Это не товар Потому что мы его потребили для собственного развлечения И, соответственно, у нас в дальнейшем круговой роты не будет Товар Это другой, может, пример На собственном личном опыте Мы продали свой товар, рабочую силу Получили деньги За эти деньги мы пошли и купили другой товар, продукты Мы на эти продукты накормили свой организм Он опять готов трудиться Мы труд продаем за деньги Эти деньги получаем опять продукты И такой круговорот Не совсем правильный пример По той простой причине, что труд – это не совсем товар А товары, прежде всего, это у нас некие вещества, материальные объекты Поэтому Другой пример Мы покупаем дерево Из этого дерева Делаем табуретку Табуретку мы опять продаем Получаем деньги На эти деньги Покупаем следующее дерево И из этого дерева Опять делаем табуретку В итоге у нас получается такой круг Покупаем дерево Получаем Наоборот, значит За деньги получаем дерево Из дерева делаем табуретку Продаем, получаем деньги На деньги получаем дерево И вот так вот все это крутится если мы перестаем производить табуретки для товара в качестве товара естественно мы из этой схемки выпадаем для чего нам вообще в принципе интересно один товар продавать на другой если мы его собираемся не потреблять именно продавать нужно это для того чтобы при продаже своего товара получить больше деньги деньги два штриха то есть прибыли то есть мы делаем товары для того чтобы получить больше денег чтобы зайти в больше денег купить еще больше дерева сделать еще больше табуреток продать их и получить еще больше денег весь этот цикл у нас получается безостановочный потому что как только мы эти деньги потратили не на товары не на то что мы будем продавать она что-нибудь для собственного потребления у нас прекращается и деньги соответственно исчезают у нас там маркс у маркса в капитале было рассмотрено допустим схема сокровища да если мы на эти деньги купили золото золото это сокровище или купили там предметы искусства дорогие и мы их спрятали они у нас превратились сокровища и выпали из товарооборота но само золото нам зачем нужна любой вообще ценные товары ценные товары которые можно поменять на другие деньги они нам нужны для того чтобы мы их поменяли на деньги купили другие продукты золото это хорошо ну куда станет голодный год его крысь не будешь поэтому золото в качестве товара обменивается на деньги и покупаются допустим продукты это в том случае до сокровища возвращаются в оборот иногда они остаются храниться день там подвалах и соответственно в оборот они общение не включается и поэтому сокровища мы рассматривать не будем на стане остановимся на деньгах и товарах еще один очень важный момент да то есть мало того что это товар мало того что деньги они практически как товар не существует хотя мы можем деньги менять на другие товары да допустим на такой товар как долговые обязательства американского государства да мы покупаем доллара доллары мы продаем за деньги покупаем рубли рублей у нас долговые обязательства российского государств мы их опять разъем за деньги получаем доллары тот же самый круговорот но доллары и рубли что там что там товар деньги это только отношение между долларом и рублем опять же зачем мы перегоняем валюту туда-сюда для того чтобы получить кто тот деньги штрих то есть прибыль первый вывод такой большой глобальный вся вот эта схема чувствуется вообще принципе это оборотные капиталы обращение капитала то есть капитал появляется уже на моменте обмена товаров через деньги обязательно через деньги потому что когда мы просто так обмениваемся товаром это у нас не капитал не капиталистическое производство без функции денег по той простой причине что мы путем обмена просто удовлетворяем свои личные потребности эта схема нужна только для того чтобы продавать товары покупать товары обратно и только для того чтобы получать дополнительные деньги дополнительную прибыль как только мы этот круговорот прекращаем соответственно мы выпадаем из него накопленные деньги неважно куда мы деваем и перестаем быть капиталистом деньги выпадают да у нас может быть много сокровищному сокровища все равно рано или поздно будем тратить и они не вернутся в этот круг оборот товаров и соответственно если они не проходят цикл круговорота то у нас нету деньги в 3 то есть прибавочной стоимости соответственно капитал всегда сама возвращающая стоимость и если он перестает сама возрастать он перестает быть капиталом у нас превращается все меньше 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 сокровища вообще не человек пока его весь не потратит ну или 5 оборот в этом круге есть еще очень интересная такая вещь точнее в круге вылипситая говорить это вопрос откуда берутся деньги штрих вот вращается вращаются нас эта схема а за счет чего у нас получается больше денег маркс опять внимательно это все рассматриваем с разных сторон до самый простой пример да если мы деньги меняем на деньги какая нам смысл менять 100 рублей на 100 рублей нет никакого смысла соответственно обмен имеет смысл только тогда нам и меняем не деньги а товар на товар и по средствам денег и соответственно также товара один и тот же товар нам нет смысла меня другую одну табуретку менять на другую табуретку если они одинаковы нет никакого смысла абсолютно соответственно всегда разные товары а деньги вам в этом круга обороте всегда имеют и то есть они меняются в принципе они могут быть меньше чем первоначальные деньги у нас табуретка была неудачная мы продали дешевле чем лес но опять же если мы продадим дешевле чем лес мы не сможем построить новую табуретку и мы из этого круга выпадем из круга оборота можно продать гораздо выше табуретку чем стоит лес и сделать гораздо больше табуреток но так как система замкнута чем больше мы вкидываем в производство денег ничем не обеспечены да то есть если у нас будет слишком мало леса для изготовления табуреток соответственно цена все равно вы выравнивается и все равно некое равновесие возникнет отсюда и приходит дим к вопросу о том откуда вообще берется прибавочная стоимость почему деньги во время оттуда во время оборота капитала увеличиваются опять же макс разбираю там нескольких экономистов мы сейчас отрагивать не будем мы приведем к тому что есть такой специфический товар который позволяет увеличивать прибыль называется он рабочая сила или в там же макс и сразу же второй термин есть это способность труду почему два термина для развертывания более понятного объяснения рабочая сила это не сила физики когда имеется ввиду да и не лошадиная сила поэтому у нас есть грубо говоря константа определенная да в системе измерения которая считает что лошадиная сила равна столько-то поэтому собственно рабочую силу отдельного работника мы могли бы выразить в лошадях точно так же мы же измеряем мощность двигателя в лошадиных силах почему силу работника в лошадях не измерять а потому что кроме рабочей силы работник обладает еще способностью к труду это более длинная получается да у нас термина более сложный проще использовать рабочую силу вообще подразумевает способность труду то есть человек не просто физически что-то может делать он еще имеет определенные навыки сделать табуретку недостаточно приложить силу к этому дереву надо его распилить высушить грамотно обработать сложить то есть это все способность к труду можно и тот и тот термин употреблять можно даже труд употреблять но мы всегда должны иметь ввиду что используется прежде всего способность к труду то есть это не просто физические усилия или умственные усилия маркс опять же там дает более развернутое определение это и физические и умственные усилия направлены на производство товара соответственно если мы не товар делаем это у нас не рабочая сила хотя можем делать что нибудь угодно с трудом товар до с одной стороны труд труд в принципе это очень материальная вещь какая-то да это определенная способность то есть не совсем товар это он приобретает конечно значение товара и начинает точно так же как товар крутится в кругобороте но в принципе принципе это не товар он просто имеет форму товара это оговорку сделаем это уже принципе разбирали так напомнить и так возвращаемся к нашему труду кольцу до продали мы труд мы пришли на работу поработали потрудились получили деньги чтобы на эти деньги должны делать купить мы на ней должны сделать купить другой товар прежде всего это еда банальная еда чтобы восполнить жизненные силы организма чтобы он смог опять продать свой труд рабочую силу опять за деньги опять купить еды и поддерживать свою работоспособность но это только поверхностно потому что кроме непосредственно еды которая необходима человеку для его деятельность деятельности ему знаешь такая важная вещь как способность к труду то есть образование знание умения грубо говоря каждый человек перед тем как прийти на работу должен иметь какое-то образование хотя бы минимально умеет читать писать чтобы хотя бы договоре в трудовом расписаться соответственно обучить человека грамоте это тоже ресурс это тоже время это тоже соответственно стоимость то есть стоимость товара труда рабочая сила туда входит не только непосредственно питание организма но и обучение способности чтобы он умел это делать опять же из современных примеров до бы пришли на производстве поработали тут хлоп пришла к не знаю пришли новые компьютеры снова операционной системы там пришел программист научилась не работать обучил потратил на это время силы труд затраты увеличил вашу способность к работе еще снова операционной системой и ушел соответственно мы потратили время но стоимость рабочей силы от этого возросла следующий очень важный момент это то что рабочая сила должна себя сама воспроизводить рабочая сила это у нас товар соответственно поглощение этого товара мы его должны постоянно воспроизводить да как для производства табуреток чтобы мы постоянно могли делать табуретки нам надо постоянно выращивать леса соответственно и чтобы у нас была рабочая сила нам постоянно надо выращивать людей. Это, конечно, так примитивно, но суть примерно к тому, что каждая рабочая семья должна иметь детей, которые точно так же, как их родители, чему-то научатся, то есть пройдут образование и заменят их на производстве и будут работать. Отсюда, если мы рассматриваем рабочую силу как товар, возникает очень интересный момент. А вот нам надо больше товара, нам надо больше деревьев, чтобы сделать больше таблеток. Соответственно, нам надо рабочую силу увеличить. Как мы увеличиваем? Ну, можно заставить каждую семью, чтобы обязательно было не меньше трех детей. Если меньше трех детей, мы вводим, государство вводит налог. А если у нас много слишком рабочих сил, мы можем, наоборот, сделать ограничения в одного ребенка. Думаю, пример, вы все знаете, да, в Китае со второго ребенка большие финансовые нагрузки, поэтому у них, точнее, это было, они их отменили, у них было законодательно введено, что вот один ребенок на одной семье. То есть рабочая сила, хотя вроде бы, мы все свободные люди, мы все граждане, да, но мы такой же товар, и, соответственно, нами также можно управлять. Нас можно размножать, нас можно, наоборот, нашу компуляцию сокращать. Опять же, возвращаясь к табуреткам, нам нужно хорошее дерево, чтобы получились хорошие табуретки. Не из елки какой-нибудь, а хорошее дерево, посади там тис, ясень, хорошие породы деревьев, чтобы получались хорошие табуретки. Соответственно, рабочие силы, если мы хотим хорошую квалифицированную рабочую силу, нам нужно обязательное образование. Как минимум, среднее лучше, конечно, профессиональное, техническое, а опять же, в современном мире, где куча технологий, которыми надо более-менее хотя бы знакомым быть и владеть, надо по-хорошему иметь уже и высшее образование. И опять же, мы смотрим на обычных, вроде бы, рабочих специальностях, на которых раньше спокойно работали люди после ПТУ, сейчас работают люди с высшим образованием. Это, соответственно, тоже расходы. Опять же, вся сосалка, поликлиники, которые будут следить за этой рабочей силой, чтобы, не дай бог, там эпидемии не настало, да, и у нас жители не перемерли, не померли. Соответственно, это все нагрузка, которая, товар, рабочую силу, повышает его стоимость, его значение, его качество. Итак, теперь еще главный вопрос, да, почему этот товар, как рабочая сила, дает нам прибавку к деньгам, увеличивает у нас стоимость, приносит прибыль? Дело в том, что труд, он в результате своей деятельности делает какие-нибудь продукты, они же товара, которые мы будем потом продавать. Товар. При помощи труда мы можем делать достаточно большое количество товаров, точнее, не так, извиняюсь, в общем-то. Только при помощи труда можно изготавливать товары, производительность труда у нас зависит, соответственно, уже от остальных комплектующих вещей, автоматизация труда, технологии, все остальное. Соответственно, этот товар мы продаем за деньги. А на эти деньги мы опять покупаем труд. И уже покупаем труд тот же самый, который был здесь изначально, но он у нас уже производит больше товара. А больше товара мы продаем за большее количество денег. За деньги штрих. Опять же, у Маркса достаточно подробно разобрано, в том числе, вот недавно с выбора прошли, да, на Украине, где победил Зеленский, который заявил, что он будет либертарианцем, представителем либертарианской партии, что якобы продажа товаров, просто обмен одного товара на другого, по поводу, при помощи денег, уже создает прибавочную стоимость. То есть мы один товар продали подороже, купили другой товар, продали его еще дороже, и, соответственно, только за счет обмена товара у нас возрастает цена. Цена возрастает цена, увеличивается количество прибыли. Но, опять же, Маркс это прекрасно разбирает, что как только мы за один товар завышаем цену, допустим, за дерево, да, беремся к нашим табуреткам, мы повышаем цену на дерево. Соответственно, производитель табуреток, во-первых, включает вашу стоимость плюс 10%, которые вы накидали сверху на дерево, и включает ее, во-первых, в свою табуретку 10%, на которой вы подняли стоимость леса, плюс он накидывает свои 10% на табуретку. Продает их, опять же, и целыми деньгами идет к вам за следующим деревом. Соответственно, он вам приносит еще больше денег, а вы за свое дерево просите еще на 10% выше, у нас замыкается круг, и возникает дурная бесконечность. В принципе, у нас сейчас работает так инфляция, да. Чем у нас занимается государство? Каждый год оно повышает тарифы, акцизы, налоги. Соответственно, как только оно повышает налоги и тарифы, у нас все товары подскакивают. Все товары подскочили, их покупают производители из этих товаров, допустим, да, там, из леса, делают свои товары. Табуретки. Соответственно, они включают повышение акцизов, тарифов, свой товар и накидывают еще, и запускают у нас инфляцию. Соответственно, вот такая схема начинает крутиться в экономике, и поэтому инфляция, в данном случае, неизбежна, она будет всегда. Если мы пытаемся получать прибавочную стоимость только за счет того, чтобы продавать товары подороже, мы автоматом спроекцируем инфляцию. Правда, инфляция есть другая сторона. Это такой хитрый способ. Опять же, когда государство включает акцизы, да, повышает тарифы, оно автоматом повышает цены на все. Мы включили, повысили тариф акциз на бензин, у нас стал дороже бензин, на бензине провозят у нас все продукты, стройматериалы, соответственно, все остальные цены, опять же, выросли. Вот, но хитрость инфляции в том, что все остальные цены вырастают, кроме одного конкретного товара, на который эта вещь не влияет. Это товар рабочая сила. Да, можем, конечно, мы сказать, что у нас есть индексация, да, то есть вот прошла инфляция в стране, допустим, на 3%. Соответственно, в конце года нам взяли и добавили индексацию на 3%. Не будем сейчас рассматривать случаи, когда делают индексацию ниже, а ее, как правило, всегда делают ниже, да, опять же, смотрим показатели экономики. У нас с 2014 года покупательная способность населения постоянно падает. Почему она падает? Потому что реальная инфляция выше, чем индексация. Вторая хитрость в данной схеме в том, что сначала вырастают тарифы. В начале года у нас повышаются, допустим, тарифы на коммунальные услуги. Поднялись цены. В конце квартала или в конце полугодия, смотря у кого как записано в коллективном договоре, у нас происходит индексация. То есть цены по факту у нас уже поднялись. Мы 3 месяца жили по этим ценам, через 3 месяца нам докручивают индексацию. Соответственно, эта разница в 3 месяца приводит к тому, что товар рабочая сила на протяжении этих 3 месяцев, допустим, был более дешевый. Соответственно, опять же, мы из более дешевого труда получаем больше прибавочной стоимости. На этом, наверное, все. Давайте перейдем к дискуссии. Я что-то все запутался, здесь заблудился где только мог. Прошу просить, у меня 3 бессонные ночи было. У кого какие вопросы, у кого какие предложения. Алексей, ты у нас вернешься с телефона? Запись остановил. Я просто предлагаю разделить на 2 ролика. Не просто так, в общем.